Доброе утро Полтава. Доброе утро. Доброе утро. Второй раз сегодня доброе утро. Сегодня я пригласил Елену Звигольская. Лену я пригласил как хорошего фотографа, работы которого просто меня не могут оставить в спокойствии, когда я вижу работы вообще. Да не всех, по-моему, не могут оставить. Но что самое главное у Леночки мне нравится, что она умеет не только сама фотографировать, но и сама фотографироваться умеет. Серьезно, у фотографов чаще всего они делают свою работу, а когда попадают в объектив, они как ролики, это не только ценный мир. У вас это наоборот, то есть вы умеете себя вести перед объективом. Что было первое, вы научились фотографировать или фотографироваться? Наверное, фотографировать. Наверное, мне с детства что-то говорили, у меня такой рефлекс, я перед камерой всегда улыбаюсь. Мне еще в школе говорили, что это американская улыбка. Ну так не скромно, но почему-то у всех ассоциируется широкая улыбка, потому что все так стеснялись перед камерой. Но у меня как-то так автоматом. Надо улыбаться, надо улыбаться. Фотографировать научилась и, наверное, просто появились профессиональные фотографии. И исходя из них уже? Ну, наверное. Сколько лет уже фото занимаетесь? Уже, наверное, лет 7-8. Так точно не скажу, потому что начинала так, 50 на 50, то есть не именно фотографом, то есть начала просто заниматься, как бы учиться, то есть параллельно работала, а потом уже как-то так перешло. Ну, я думаю, что... Сейчас больше по заказам свадебы, либо же творческие какие-то работы? Больше все-таки, наверное, по заказам. Вначале было больше творчества, конечно. Больше... Ну, работала в студии первые 2-3 года, наверное, полностью. Вот на улице вообще не фотографировала, снимала в студии. У меня так появилась возможность, что у меня была своя студия, свое оборудование. Вот. И мы уже, в общем-то, с визажистом, с прекрасной Юлей семьей. Подругой сдружились. Мы целыми днями делали прекрасный макияж, делали съемки, работали, так сказать, зависали на студии круглосуточно практически. Вот. Потом уже перешло это все, в общем-то, в свадьбы. Это, кстати, муж меня отбил. Сказал, что все-таки надо выходить как бы на другой уровень, заниматься более чем-то таким как бы интересным, массовым. Ну, и, в общем-то, с его подачей... Но это бизнес. Это не мешает творчеству? Все-таки бывает такое, что люди... Я хочу вот здесь. Я хочу вот так. Ну, сейчас уже вот, слава Богу, уже вот пару лет у меня появились, как говорят, твой клиент. То есть это люди, которые уже приходят на твои работы, которые не просто тебя звонят. Здравствуйте, вы фотограф. Мы хотим... И вот как мы сказали, да, вот это... Ну, в начале, так сказать, ну, не знаю, карьеры или деятельности моей. То есть так и было. То есть люди как бы поехали на белую беседку и все, поехали. А сейчас уже, в общем-то, клиент видит изначально мои работы и говорит, а вот, вы знаете, нам вот очень нравится, вот как вы скажете, так мы и сделаем. То есть вам сегодня платят за творчество, за ваше видение, за ваш подход. Да, да. То есть сейчас уже как бы люди приходят и они уже приходят на имя, на работу. То есть не просто приходят к фотографу, а приходят уже, в общем-то, видя, зная. И, слава богу, вот мне так попадаются последние года. Люди, именно, с которыми мы работаем, потом дружим, обнимашки. И, в общем-то... Самые яркие моменты именно по свадьбе, которые у вас были, свадебная пара, возможно, где-то фотографировались, в чем-то были. Самые яркие? Ну, самые яркие. Ну, вот, наверное, вот в этом году ездила Виталию на съемку в Тоскане, свадебная съемка в Тоскане, в виноградниках, там, в замках. Ну, самое, наверное, яркое. Это ребята поехали на свадебное путешествие? Нет, это девушка наша вышла замуж за итальянца. То есть это, как бы, наверное, пока что, потому что это впечатлило, потому что до этого такого не было. И, в общем-то, это вся архитектура. То есть, ну, понятно, что... Там просто посмотреть. Есть, есть, есть. Там просто, да, достаточно, как бы, посмотреть, когда я приехала, я фотографирую абсолютно все. Она, что ты делаешь? Я говорю, все фотографирую. Зачем? Мне нравится. Я говорю, все архитектура, любой камушек, любое дерево, все, все идеально. Поэтому, конечно, для фотографа это рай. Ну, были здесь свадьбы... Ну, так даже не могу сказать. Просто могу отметить хороших людей, то есть, с которыми мы сейчас общаемся. Вот, как бы, я до сих пор с ними поддерживаю отношения. То есть, они ко мне приезжают на съемки. И была еще, вот, интересная свадьба, мусульманская свадьба на 250 человек. Ого! Такого размаха я еще никогда не видела. Вот, было шумно. Ну, в золах там, наверное, такие... Наверное. Ну, гуляли-то здесь. Вот, как бы, наполовину, половина иностранцев, понятно, приехала. То есть, было шумно. Ихние традиции, их танцы и так далее. То есть, это было интересно. Это было вообще впервой. Я такого никогда не видела, никогда не слышала. То есть, было... Побывать, так сказать, на традиционной вот их свадьбе с их традициями, обрядами, танцами очень интересно. Ну, вот так. А из постановочных, художественных, творческих ваших, что бы могли отметить? Творческих прямо? Ну, которые нравятся, да, вот именно ваши работы в плане фотографий. Ну, я так даже не могу. Все-таки люди, либо же природа. Не, ну, все-таки, наверное, 50 на 50. То есть, хорошие люди, с которыми приятно работать, с которыми мы можем задерживаться. Вот мы буквально вот на этих выходных и на прошлых выходных вот с ребятами. Я веду. Мало того, что мы, как бы, здесь поработали, мы еще и, как бы, период застолья их украла, и мы еще поехали за город. То есть, как бы, такое бывает очень, ну, скажем так, редко в плане вот людей, да, которые готовы за тобой, там, бросить застолье, бросить стол, там, сказать, там... Родина, простите. Вы нас простите, дорогие, и уехать. Поэтому, как бы, я им благодарна, потому что это 50 на 50. То есть, это, как бы, хорошие, отличные, прекрасные, теплые люди. Плюс, так сказать, желание творить, желание получить красивые фотографии, потому что иначе это, как бы, не получится без доверия. У нас много фотографов в Полтаве, очень много. Это хорошо. А на ваше мнение, из них профессиональных? Много. У нас в Полтаве, кстати, вот очень много классных фотографов. Я вам простите. Вот. Отличных фотографов очень много. Ну, я бы сказала, так сказать, Полтава – это, как бы, маленький Киев. Потому что, наверное, вот творческий город, много творческих людей, много красивых, хороших фотографий. И то же самое, скажу вообще, о всей творческой, как бы, нашей братье, скажем так, визажисты, стилисты. У нас это очень развито. Вы фотограф, скажем прямо, как есть, международного масштаба. То есть, вы ездите. Какой город вас впечатляет и какой город вам действительно удобен для вашей работы, для проявления творчества своего? Ну, скажем так, я еще не везде была, где бы хотела. Ну, из того, чтобы идти. Вот. Ну, вообще, наверное, как бы, не столько вот город, вот часть, вот там, где мы снимали свадьбу. Это Тоскана, там, ну, как бы, да. Ну, опять-таки, это просто красивые пейзажи. Их не вот итальянские, которые знаменитые, там, во всех фильмах, да. Я там, я еще с детства, там, все вот эти фильмы, там, Шелентано, там, Софи Лорен. Ну, то есть, оно все так же самое и осталось. То есть, все эти горные дорожки, все эти серпантины, все эти, там, деревья, замки старинные и так далее. То есть, это все осталось. Ну, вот, как бы, мне нравится вот эта зона. Ну, в Австрии красиво, конечно, в Австрии очень красиво. То есть, их замки, опять-таки, закрытые территории. Вот Шенбрун и тому подобное. То есть, ну, в принципе, хорошее европейское... Доброе утро. А кроме фотографий, хобби, увлечения еще какие-то есть? Языки. Вы любите языки изучать? Ну, если так вот, как бы, честно, то английский, испанский, это я, как бы, свободно говорю. Ну, изучала немецкий, итальянский, испанский. Ну, опять-таки, вот поехала в Италию, две недели там пробыла, прожила, да. Уже все-таки там что-то начинаешь там понимать, потому что изначально где-то что-то учил. Ну, когда попадаешь? Да, попал в среду, скажем так, ну, начинала языки многие изучать. То есть, как бы, были в Венгрии, изучала, пыталась там венгерский, там, какое-то время там проживали, да, там. Были там в Германии, в Австрии, то есть, пытались чуть-чуть там на немецком, то есть, внедрять то, что учил. Ну, мне вот доставляет удовольствие просто именно изучение, там, внедрение. То есть, пробую, если посещаю страну, то пробую говорить на нем, записываю что-нибудь. Вопрос музыки. Вы любите свою работу сопровождать музыкой? То есть, вам помогает музыка, мешает музыка? Музыка помогает, но вы имеете ввиду сопровождать музыку? Когда работаете, чтоб слышать ее? Ну, приходится музыкально. Ну, наверное, нет сейчас. То есть, раньше, наверное, кто-то больше увлекал. А сейчас больше меня интересует, опять-таки, наверное, в силу работы я параллельно смотрю фильмы. Ага. То есть, как бы, на параллельном там экране, то есть, мне как-то комфортнее, мне интереснее смотреть какие-то фильмы, то есть, подбираю. Либо же это какие-то, там, одно время смотрела, там, итальянские фильмы, старые, там, как бы, там, французские. Вот почему-то не европейские. На каком языке? Перевод или... А, нет, перевод. Перевод, чтобы, как бы, не отвлекаться, чтобы это было, как бы, фоном. А просто фоном? Да, да. Вот, как бы, на одном из мастер-классов, мне так это запомнилось несколько лет назад, один фотограф московский хороший сказал, что вот нужно смотреть хорошие фильмы, независимо от того, вот, какого плана вы творческий человек. То есть, хорошие фильмы, особенно вот те, что получили номинации на Оскар, там, за видеоработу, там, за режиссуру, нужно их обязательно смотреть, просто просматривать, потому что там каждый кадр, вот, какой вы кадр не остановите, он будет картинкой. И это действительно правда, я проверяла. Вот, хорошие фильмы, хороших режиссеров, особенно, вот, ну, мне так больше по душе европейские режиссеры, вот, европейские фильмы, там, Италия, Франция, Австрия, вот, в принципе, не очень популярные, но, тем не менее, как бы, очень интересные. И, действительно, так оно и есть. Поэтому, так, для развития, просто для картинки, для какого-то вдохновения просматривают такие фильмы. И все же, какую бы музыку сегодня послушали? У нас же что? Ну, сегодня... Сопровождение музыкальное. Даже, ну, зависит, на самом деле, от настроения, но все-таки, наверное, вот... А какие варианты? Вот, какие вам нравятся? Ютуб дарит все. Ну, я, в принципе, вот слушаю такую музыку, там, как Витни Хьюстон, то есть, вот такого... Класс, мне нравится. Тони Брэкстон, ну, вот такого фана. Я понял, я понял. Я их фанат, скажем так. Класс, класс. Поэтому, мне музыка такая по душе. Сегодня у нас ирландцевое утро будет полностью. Да, вот в таком плане. Ну, вот такое у нас доброе утро. Всем удачной недели, здоровья. И не забываем, да, куда обращаться за фотографиями, кстати. Я вам честно скажу, я получаю истинное удовольствие, когда вижу и работу, в субботу видел, и результат этой работы. Это полно. Спасибо большое. Ну, пожелать, наверное, хорошего настроения всем. Улыбок, верить в лучшее, верить в добро. Вот. Быть радостными. Всегда надо улыбаться. Я Лену когда вижу... Голливудская улыбка, Лен, да? Да. Вот, голливудский улыбок искренних вам. Всем доброго утра. Субтитры сделал DimaTorzok